Магадан 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 Высаживается на берег, может технику доставлять, также снабжение, продовольствие. Один из самых важных объектов – центральный пост управления. Здесь установлены мониторы контроля параметров всех двигателей и систем. Обеспечивается энергоснабжение дизель-генераторов и остального оборудования. Кроме того, отсюда можно дистанционно управлять судном. Вот краткая схема управления судном. Дизель-генератор главный. ГТГ-1, 2. ГТГ-1, 2. Вырабатывают ток, передают его в моторное длиние на преобразователь частоты, где ток повышается с 380 до 660 вольт, до 1600, ну или до дикак от оборотов. Раскручивают главные электродвигатели, а главные электродвигатели передают вращение на винторулевые колонки, которые являются движителем судна. Экскурсии на судно будут проходить в течение трех дней с 26 до 28 августа. Гостей ждут с 11 утра. А торжественное открытие форума состоялось на Магаданской площади. Добрый день, уважаемые участники сегодняшнего мероприятия, которое проводится в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2021». Впервые на территории нашего региона проводится столь масштабное мероприятие, одной из важнейших целей которой является патриотическое воспитание нашей молодежи и популяризации службы в вооруженных силах и других государственных органов, чья основная задача стоит защищать общество и государство от внутренних и внешних угроз. От имени губернатора Магаданской области Сергея Константиновича Носова хочу поприветствовать всех участников мероприятия, пожелать плодотворной отработать в рамках поставленных задач и утвержденного регламента для достижения всех поставленных целей. С праздником вас, уважаемые магаданцы! Зрителям представили спецтехнику и вооружение. Творческие коллективы города подготовили праздничный концерт. И будет песня сменеть на тобой, на полках, на желазе твоих языках. Я, ты, вот, она, вместе целая страна, вместе дружная семья, но и мы все вместе с семьей. Форум «Армия-2021» продлится до 28 августа. В эти дни колымчане смогут посетить выставки военной техники, принять участие в научно-деловых программах, культурно-художественных и спортивно-массовых мероприятиях. В Магадане открылся шоурум жилого комплекса «Гороховое поле». Здесь можно посмотреть, какими будут одна-, двух- и трехкомнатные квартиры в домах нового микрорайона. Причем у посетителей есть возможность не просто ознакомиться с планировкой и отделкой, а буквально погрузиться в концепцию комплекса. В демонстрационных залах все так, как будет в комнатах. Даже установлена мебель и техника. Строительство домов еще не началось, сейчас ведутся подготовительные работы. Но уже к концу 2023 года планируют сдать более 90 тысяч квадратных метров жилой площади. Это 2013 квартир. По словам руководителя компании и застройщика, пока продажу жилья не обсуждали. Оно будет социальным. Сюда же планируют переселить колымчан из ветхих и аварийных зданий. Для переселения жителей Магадана и Магаданской области из аварийного жилья мы предусматриваем 70 тысяч квадратных метров нового строительства на Гороховом поле. Первый этап строительства предусматривает 21 тысячу квадратных метров для арендного жилья, для сотрудников бюджетных сфер и сотрудников, которые приезжают сюда для работы в бюджетной сфере. В первую очередь 21 тысяча квадратных метров, 21 тысяча четыреста семь квадратных метров жилья – это 444 квартиры и 1569 квартир – это второй этап как раз для аварийного жилья. Там получается 70 тысяч 569 квадратных метров. На территории жилого комплекса планируют возвести объекты социальной инфраструктуры, в том числе многопрофильный центр реабилитации, поликлинику, два детских сада, школу на 950 мест и культурный центр. Олеся Хитагурова, Руслан Пушкарев. Специально для Карибу. Почему на детских площадках Магадана никто не убирает? Этот вопрос жители областного центра обсуждают в социальных сетях, задали его и мэру города в рамках программы «Честный разговор» на радио «Карибуарт». По словам Юрия Гришана, подрядчик действительно не справляется с поставленной задачей. В июле они вообще ничего не убирали. И вчера руководитель департамента САТЭК, она долго его искала, наконец-то нашла. Контролировать достаточно сложно. Спасибо, кстати говоря, это сообщение с Инстаграм перебросите нам, потому что это ложится в основу того, чтобы расторгнуть контракт. Сейчас вроде он сказал, хорошо, я с августа начну работать, но это уже август. Это значит, за июль платить не будем. Но мне плати, не плати, не хотел бы я на этом экономить, потому что я понимаю, что фон плохой, не косит, урны должны убирать раз в 10 дней. На сегодняшний день я могу сказать, что ничего этого не делается. У меня был прием по личным вопросам на этой неделе, и ко мне пришла девушка, она мать троих детей, говорит, вот вы заявили, а вот я вам показываю фотографии, вот это вчера, это три дня назад, это неделю назад, вот как лежала здесь бутылка пивная, так она и лежит. Плохо. Это вообще 44 ФЗ, это, конечно, хорошо, это конкуренция, да, но конкуренция должна быть нормальной, здоровой, должен быть порядочный подрядчик. У нас, к сожалению, этого не происходит. Мы будем делать все для того, чтобы понудить его в этом году все-таки доработать этот август и сентябрь. Постараемся включить число недобросовестных, но он откроет два плюса, ну плюс, минус, там два плюса, там, или экстра какой-нибудь там напишет. Вот, к сожалению, законодательство это позволяет сделать. Мы хотели пойти по другому пути, чтобы в виде субсидий это передать управляющим компаниям, чтобы они уже убирали и контейнерную площадку, и спортивную, и детскую, и дворили там вокруг подъездов и так далее. Нельзя. Нарушение закона о конкуренции. ФАС сразу нас поправил, понимаете? Поэтому будем вот выкручиваться из этой ситуации, вот таким, увеличивать объем муниципального задания КЗХ. Как можно было бы эти деньги отдать? Ну, вопрос в людях. Вот мне сегодня реально надо в КЗХ, для того, чтобы город был чище, но добавить 50-70 человек. И можно, в конце концов, найти деньги. Людей не найдешь на эти деньги, а мы не привлекаем иностранную рабочую силу. Мы этим, не знаю, там, муниципальные бюджетные учреждения ориентируются и принимают на работу только граждан Российской Федерации. Поэтому правильные замечания – это упрек в сторону мэрии, никого не касается, как мы отторговали, какие там подробности, но уборку, к сожалению, не производят. Ремонт площадок производит комбинат зеленого хозяйства. Покраску производит комбинат зеленого хозяйства. Там должны просто прийти и убрать мусор. Напомним, ответственность за чистоту игровых зон взяла на себя компания «Технократ плюс». Соответствующий контракт с муниципалитетом заключили в июле этого года. Площадки убирали с момента, потому 16 июля подписали контракт, 16 числа уже вышли ребята убирать. Не на всех площадках идеально убирали, это был момент, потому что был недостаточный контроль с нашей стороны. По возвращению я сам был в отъезде, второй руководитель тоже был болен, находился в больнице, поэтому недостаточный был контроль. Но площадки убирались. Как вы сами увидели вот сейчас на этой площадке, засоряемость очень быстрая. И у нас по контракту стоит раз в полторы-две недели убирать площадки. Этого очень мало. Мы первое время выполняли именно по контракту, то есть в этих пределах. Раз в неделю урны, раз в две недели убирались сами на территории. Но этого мало. Плюс не на всех детских площадках есть урны. Сейчас мы составляем список, направим это в департамент САТЭК, в мэрию, в департамент ЖКХ, перечень с запросом информации, когда урны будут установлены в данных площадках. Плюс возле некоторых площадок расположены площадки накопления ТБО. По САНПИНам и по правилам градоустройства 20 метров должны находиться. Либо должны быть специальным образом оборудованы с крышкой такие контейнерные площадки. Но, к сожалению, этого не происходит, и весь мусор на площадке. Соответственно, у них еще быстрее засоряемость. Сейчас, вот с прошлой недели, после приемки работ, когда мы сдавались, мы приняли решение о том, что мы будем не раз в две недели, а раз в неделю убирать площадки. Обычно большинство площадок будет расчищено в первые три дня, по день в вторник в среду. Некоторые площадки плюс удаленные, которые, например, там Сокол, Сокол, они будут в течение недели. Там точный день я не скажу, в зависимости от свободы автомобиля, сотрудника, который на автомобиле ездит. И плюс по времени, потому что тут большая транспортная составляющая и время добраться на тот или иной адрес. Дальше. Практически в первые же дни после подписания контракта мы направили письмо в департамент САТЭКа о согласовании времени на покос травы. По нашему контракту у нас стоит раз за сезон, то есть за раз за весь контракт до, по-моему, 15 или до какого октября у нас контракт, покосить траву. Но так как в тех же соцсетях плюс люди подходят к нашим сотрудникам, плюс так мы личную информацию получаем. Поступает информация о том, что, ну, людям не нравится по пояс трава. Департамент САТЭК нам дал с 15 сентября по 15 октября в этот промежуток покосить. Ну, то есть это через месяц практически, да. А с учетом, что мы эту информацию запрашивали еще там в конце июля, соответственно, полтора месяца. За это время она уже, в принципе, упадет и засохнет, а может даже снегом завалит. Вот, поэтому мы тоже самостоятельно приняли решение, тоже уведомим об этом САТЭК, вот сегодня отнесу письма, о том, что покос травы будет происходить с завтрашнего дня. В течение двух, ну, максимум трех недель мы с запасом взяли. Мы все площадки покосим, вывезем траву, плюс вот как здесь, допустим, на площадке вот ковер валяется. Уберем крупногабаритный мусор, который будем встречать, плюс какие-то вот шелкоблоки лежат. Ну, то есть все, что не относится к детским сооружениям, плоскостным сооружениям, все это уберем. Мы решили узнать, довольны ли качеством обслуживания детских площадок магаданцы. У нас не ссорят просто, наверное, у нас далеко на Аппаратарской 108, и у нас там как бы люди добропорядочные, поэтому... Ну, мы живем по улице Карнаркса, дом 63, корпус 1, там ее вообще нет, там все разломано, в принципе, мы там не играем. Ну, у нас дети иногда этим занимаются, потому что взрослые организовывают, они ходят с пакетиками, собирают мусор и вырывают траву. То есть убирают сами дети? Ну, да, в общем-то, да. Так, а представители каких-то организаций наводят порядок, может быть, стрижкой газонов занимаются? Да, у нас подстригли траву во дворе. Ну, у меня на детской площадке я не видел уборщика, я только видел уборщика возле 14-й школы. А на детской площадке чисто? На детской площадке то чисто, то грязно. Площадка в каком состоянии? В плохом. Грязно? Грязно и нет мягкого покрытия. Контейнерные площадки в Магадане завалены мусором. В редакцию нашего телеканала обратились телезрители с просьбой разобраться, почему региональный оператор не вывозит отходы. Уже несколько дней мусор не вывозят. Потом чайки да собаки все это растаскивают. Вот, вон, что творится. Беспредел. Обращения от Колымча на стихийных свалках поступали и в Центр управления регионом. Только с 1 августа их было 54. 22 направили на исполнение мэрии областного центра. Как рассказали в пресс-службе, чаще всего люди жалуются на скопление строительного мусора и несвоевременную уборку прилегающей территории. За комментариями мы обратились к руководителю ответственной организации. Да, есть проблема с вывозом многогабаритного отхода в городе Магадане. Это связано с болезнями водителей нашего перевозчика, нашего подрядчика по вывозу мусора. То есть многие люди ушли на больничные. Есть причина также поломка техники, спецтехники. На сегодняшний день работают два самослава и два подружчика по уборке КГО. Планируется в течение недели увеличить количество техники до 4 единиц самославов пока что. Также проблема КГО на площадках. В основном мусор, большая часть мусора, это не бытовые отходы, такие как, например, старая мебель, диваны, столы, стулья, печи и прочее. От текущего ремонта отхода. Много мусора от капитального ремонта, который делают люди и выносят железобетон, оконные рамы и прочее. Выносят на площадку, что запрещено правилами складирования. Они обязаны заключить договор один или нанять машину и вывесить все это на славку самостоятельно. Либо нанять машину. Креть же обратите к рекоператору. Также очень много мусора. Это коробки от товарищесных лавок, от магазинов, которые находятся во дворах территориях. Да, у них есть договоры, но данные виды отходов не относятся к коммунальным. И запрещено также складировать на площадках, что ведет к захламлению площадок. Также много стройки, много строительного мусора, который выводят просто люди, кто-то там частники, кто делает какие-то ремонты и прочее. Просто выводят и сваливают на площадку, что также запрещено. Поэтому происходят рывалы. Как бы одна из причин, почему сейчас такая проблема с вывозом. К сожалению, борьбы с такими людьми, которые бросают мусор, которые не относятся к коммунальным и крупногабаритным, ее нет. У оригинального оператора нет механизма воздействия. Мы заполномочены. Муниципалитет в этом управлении пока не работает. Росприятие надзор этим не занимает. Это реальная проблема, которую нужно решать совместно с Министерством КЖКХ, нами, мы помогаем мэрии и прочее. На то, чтобы исправить ситуацию, региональному оператору дали неделю. В противном случае выплата субсидий из бюджета Магаданской области будет приостановлена. Олеся Хитагурова, Руслан Пушкарев. Специально для Карибу. Мэти-профессии он научился еще на родине. Начинал работать с нуля. Устроился сразу подсобным рабочим. Потом через полгода я пошел учеником машинистом резальных машин. Потом стал уже машинистом резальных машин. И работал, получается, как у нас говорится, на типографском языке резчиком. То есть резал бумагу и потом уже учился на печатника в процессе работы своей. В Магадане Сергея взяли на работу сразу. Еще бы 20-летний парень знал о работе специализированного оборудования практически все. Научили только некоторым нюансам. А вот к городу молодому человеку пришлось привыкать не один месяц. Незнакомое место, новое место. Это как бы ни друзей, никого уже, понимаете, все оставил там и приехал сюда. Ну сразу было как бы не сказать, чтобы хорошо, а не комфортно. Ну скучно как бы вот это вот. Но уже много лет Сергей считает Магадан домом. Здесь он женился в семье четверо детей. А что касается работы, то сегодня для него в мире печати нет ничего невозможного. От придания нужного размера бумаги до получения конечного результата Сергей знает о процессе все. Вот примерно на такой машине я начинал работать. Это бумагорезальная машина. Она предназначена для резания бумаги. Она в принципе режет любой формат, вплоть до миллиметра. Поэтому вот сейчас на данном моменте мы получили формат А2, который уже готов к печати на офсетной бумаге. Следующий этап – печать. После того, как бумагу мы нарезали, она отправляется в самонаклад. Называется это самонакладом. Ну то есть стол подачи. Вот мы ее заряжаем сюда. Потом мы устанавливаем специальные офсетные пластины. Вот как выглядит пластина. В данном случае у нас тут печать идет, этикетка. Чтобы напечатать цветную продукцию, достаточно иметь четыре цвета. Это у нас получается голубой, малиновый, черный и желтый. Вот из четырех цветов можно напечатать любую цветную продукцию. Особенный процесс создания газет. Делают это на ротационной машине. Только представьте, она способна печатать до 500 экземпляров в минуту. Сейчас мы видим ротационную машину, которая отличается от листовой машины в том, что она печатает сразу с целых рулонов. То есть процесс печати практически такой же, как на листовой. Называется печать плоской печати. Также тоже заряжается рулон. Вешаются офсетные пластины. Это называется фальцаппарат. Здесь он фальцует бумагу и выходит уже готовая газета. Конечно, в одном сюжете невозможно показать весь масштаб производства. Но мы уверены, что теперь, покупая газету, вы обязательно задумаетесь о том, сколько труда вложено в каждую страницу. Олеся Хитогурова, Руслан Пушкарев. Специально для «Карибу». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова